Друзья, всем огромный привет! Я рад приветствовать вас на своем канале И сегодня мы продолжаем рубрику Учимся готовить И я бы хотел с вами приготовить Очень вкусное, но и также Очень простое блюдо Макароны по-флотски Существует много разных Видов, как приготовить это блюдо Ну, в смысле видов Макароны, макароны Разной формы, разной фигур А мясо можно использовать любое Можно кубиками мяса мелко нарубить Можно фарш использовать Можно тушенку Можно все, что угодно Все, что у вас есть под рукой В холодильнике Либо все, чем вы хотите сегодня Сделать макароны по-флотски А также есть Несколько небольших нюансов Которые я бы хотел от себя Вам предложить Некоторые части ингредиентов Которые я добавляю Которые не идут в классические Макароны по-флотски Итак, приступаем Посмотрим, что у нас сегодня Из ингредиентов Итак, начнем Не буду вам рассказывать Как варить макароны Потому что макароны Вы сами знаете, как это делать Ну, я их сварю У меня вода уже закипает Я их поставлю вариться А с вами займемся По ингредиентам Пройдемся У меня сегодня Килограмм фарша Свиной фарш У меня две луковицы Достаточно большие Сухой чеснок Черный молотый перец Соль Паприка сладкая А также Одна баночка Помидор В собственном соку томатов Также нужно будет Одна столовая ложка Сахара И для начала Закидываем вариться Макароны Итак, пока наши Макароны Будут вариться Мы займемся Луком Лук Я режу мелко На мелкий кубик Чем мельче Чем лучше Ну вот Примерно Вот на такой Мелкий кубик Ну вот Наша водичка закипела Мы ее Обязательно Присаливаем И Варим Макароны В макароны Не бойтесь Пересолить Потому что Сколько вы не посолите Они возьмут свое Остальное Будут В воду И Сюда В макароны Я использую Где-то Полкило У меня килограммовая Пачка Я использую Половину И Помешаем Доводим До кипения И Делаем Огонь Помедленнее Так Пока наши Макароны Варятся Займемся Фаршем У меня Вот Такая Глубокая Сковорода Здесь В ней Будем все Готовить Первым Делом Разогреваем Сковороду Наливаем Масло Масло У меня Грамм 50 Также Я вам Говорил Про Несколько Своих Личных Фишек Это Сливочное Масло Грамм 50 Я тоже Добавляю Сливочное Масло Придаст Нашему Фаршу Нашим Макаронам По-флотски Тонкий Сливочное Послевкусие Очень вкусно Советую Попробовать Ну вот Масло Растопилось Теперь Пришло Время Нашего Лука Опускаем Лук И Обжариваем Лук Огонь Выше Среднего И Жарим Лук Не забываем Смотреть На Макароны Помешиваем Чтобы Они Не Слипались И не Приставали К Дну Нашей Кастрюльки Друзья Наш Лучок Поджаривается Макароны Уже Почти Готовы После Того Как Наш Лучок Подруменится Мы Переходим К фаршу Хочу вам сказать Что такое блюдо Также можно приготовить В казане На костре После того Как я Наконец-то Получил Долгожданный Свой Казан Он приехал Из России Я Стараюсь Все блюда Готовить В казане На костре Сегодня К сожалению Погода Не очень Располагает К этому Поэтому Приходится Жарить Наш Макароны Пафлот Килычок Все делать В доме Но Если вы Не видели Как я Обкатываю Можно сказать Свой новый Казан То Переходите На мой Канал Я оставлю Ссылочку Где-то Здесь Или здесь Оставлю ссылочку На Мое первое Видео Когда я Снимал В своем Новом Казане Если вам Не сложно Поставьте Лайк Подпишитесь На мой Канал Рекомендуйте Друзьям Для того Чтобы Я Развивал Свой канал Вместе С вами Мне Будет Очень Приятно Выслушать Ваше Мнение По Любому Поводу Итак Занимаемся Луком Ну вот Лучок Поджарился Стал Немного Прозрачным Пришло Время Добавлять Наш Фарш И Обжариваем Фарш Обжариваем До готовности Фарш На этом Этапе Пришло Время Посолить Поперчить Черный Молотый Перец По Вкусу Соль Паприку Я добавляю Сладкую Копченую И Использую Гранулированный Чеснок Можно Использовать Свежий Ну У нас В семье У некоторых Членов семьи Изжога От свежего Приходится нам Пользоваться Гранулированным Добавляем Добавляем Чеснок И Перемешиваем И Продолжаем Обжаривать Наш Фарш Итак Друзья Пока Наш Фарш Обжаривается Макароны У нас Уже Готовы Я их Уже Слил Воду И оставил Я их Не доварил Минуты Две Три Для того Чтобы Потом Они Вместе С фаршем В сковороде Дошли Итак Займемся Соусом У нас Банка Помидор В собственном соку Мы Вливаем Также Я предлагаю Добавить Для остроты И ощущений Ложечку Грузинской Аджики Той самой Ядреной Ну Можно Половиночку Все это Хорошенечко Перемешиваем Ложку Сахара Буквально Так На глаз Чтобы Убрать Кислинку Помидор И Когда Наш фарш Будет Готов Мы его Опускаем Вот Эту Соус Прямо В наш Фарш И Немножко Чесночка Добавим Сюда Отлично Идем Идем Посмотрим Что с нашим Фаршем Итак Смотрим Наш фарш Почти готов Сейчас мы его Размешаем Я думаю Я думаю Закручим 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 Время Нашего Нашего Соуса Перемешиваем И даем Ему Еще Вместе С фаршем Протушиться Минут 5-7 Затем Тут Сюда Опускаем Макароны Ну вот Друзья Все почти готово Посмотрите Сколько у нас Пустило Сока Помидоры Наши Фарш уже Готов Пришло время Отправлять Сюда Макароны И вот так Вот Наши Макарончики Отправляем К нашему Фаршу И наши Макароны По-флотски Почти Готовы Перемешиваем Накрываем Крышечкой И Переходим Дегустации Вот Посмотрите Что у нас Получается Аромат Вам не передать Сливочное масло Внесло Свои Нотки В это Очень простое Но очень вкусное Блюдо Ну вот и все Друзья Очень простое И очень сытное Аппетитное Блюдо Макароны По-флотски С Несколькими Изюминками От меня От моего канала Пользуйтесь Угощайтесь Приятного аппетита Я же иду Это Дегустировать Я уверен Что это Самый вкусный Макароны По-флотски Который Вы когда-то Ели Я же Желаю Приятного Вечера Хорошего Настроения Готовьте Всегда С любовью С душой От всего Сердца И Не забывайте Ставить лайки Подписываться На мой канал Рекомендуйте Мой канал Своим друзьям И смотрите Другие видео Которые Увидите Здесь В подсказках Пока-пока Приятного аппетита Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok